шалом дорогие друзья сегодня май 22 мая в израиле жарко идет война от этого тоже нам жарко вот с оказией бориса улович грысенко в наших гостях и мы решили сделать такую совместную диалог программу меня зовут леон мазин община возвращенный на сион хайфа израиль это наша студия и мы рады приветствовать вас мира благословений божий каждому желаем нам тут накидали разные вопросы которые бы мы хотели как бы продискутировать пообщаться на их тему а пока я предоставлю борису грысенко слова время для приветствия шалом говорим шалом друзья шалом братья и сестры но я здесь не первый не второй не третий раз и я имею ввиду не только саму чудесную хайфскую общину и гостеприимный дом револеона но вот эту студию правда в студии я последний раз был давненько добро пожаловать по любому да и приятно просто приятно и очень очень рады будем слышать ваши отзывы тут у нас вопросы которые сказали я даже не пойму кому они обращены или в твою сторону ли тебя ко мне 7 октября 2023 года крайне печальная дата сейчас все мы следили за новостями в этот день и узнали о трагедии позднее я была первая реакция было ли ощущение катастрофы борис саулович давай первым ты ну был конечно шок хотя это не первая война которая застает меня в стране которой она начинается и даже если говорить об израиле это не первая война я был здесь когда началась ливанская война последняя ливанская война в частности я уже не говорю об украине и шок был в то же время первое время мы же не понимали масштаба первые часы я не мы были на севере у вака и мы вышли женой прогуляться еще с одним братом помолиться все было безлюдно просто безлюдно совершенно и уже само это говорило о том что произошло что-то из ряда вон выходящие и вскоре пришли дополнительные известия которые показывали серьезность происшедшего и начавшегося и мы тут же организовали совместную молитву служителей хайфи служители яка хайф и ну такое много часов и стало ясно о чем частности мы молились мы молились о севере мы молились о ливане как ни странно и о том чтобы хизбалла не смогла начать второй фронт и мы просто пришло ясное понимание что если 7 октября и 8 они не начнут то они уже не смогут начать серьезную ну вообще наземную кампанию на севере и и было ощущение что тогда была серьезная опасность если бы они начали параллельно поэтому как ни странно основная молитва была именно против агрессии хизбалла у нас было праздничное собрание в этот день это был симхат тора и на собрание начинается в 11 утра но я уже в 9 видел новости которые были крайне бедные и обрывочные ничего не было понятно и в немножко таком состоянии ступора мы приехали в собрание симхат тора это обычно очень радостный праздник мы танцуем со свитками перематываем свитки и есть состояние благословения но когда я прочитал что там теракт там террористы первая вещь была ну танцевать уж точно мы не будем потому что на сердце этого не было ну и мы все были естественно шокированы потому что наверное некое убеждение что наша армия контролирует границы что никто не пройдет незамеченными наших много детей которые служили в разных войсках рассказывали насколько герметичны границы израиля и вот это вот состояние успокоения и потом вдруг начали цифры появляться 50 человек 100 человек и никто даже не мог подумать что это даже до 200 дойдет но потом на следующий день еще через день стали подниматься большие цифры и понятно что был величайший прокол величайший прокол и обстоятельства его сейчас после семи месяцев войны сейчас начали исследоваться несколько людей взяли на себя типа ответственность мы раскидали войска там там и там их там не было и прочее но все равно что-то не стыкуется я надеюсь что со временем дух господень так повлияет что мы узнаем больше правды потому что написано в писании из-за недостатка ведения гибнет народ и я вижу что общество израилево сейчас крайне накалено в ожидании честных признаний о том что было и так чтобы люди взяли ответственности которые виновны и да было ощущение ну я не знаю слова катастрофы но ужасной скорби ужасной скорби просто ужасной скорби и как вы знаете наверно один из членов нашей общины миша реки нглаз оля и ваш его жена они потеряли дочь там вот эф газа и она была офицером и она защищалась и защищала тех девочек которые были под ее охраной и она поражала террористов и и и просто забросали гранатами и светлая память зовут ее алина и в этот же день еще целый ряд мальчишек и девчонок которые тем или иным образом мы их знаем на расстоянии каким-то образом потом узнали погибли то есть новости не пришли сразу это взяло несколько дней и потом начались церемонии похорон по всем городам и и просто масса людей которые даже не были знакомы обязательно с тем или другим человеком приходили и с одной стороны было очень печально и больно но с другой мы увидели что господь начал приносить единение потому что до этого момента в народе из-за той судебной реформы которую правительство пыталось провести здесь был такой раскол как говорят сенат хинам беспричинная ненависть из-за которой свое время пали храмы и 1 2 борис давай мы перейдем может быть следующему вопросу ты бывал много раз в израиле я здесь живу больше 30 лет и это к нам обои вопросы были ли эти события ожидаемы как ты думаешь нет однозначно прогнозируем ну понятно было что напряженность усиливается на границах израиля в основном напряженность связывали как раз ну я имею ввиду вот люди которые не были посвящены в определенные разведданные потому что были четкие разведданные подтверждавшие что хамас готовится полномасштабной какой-то акции а вот который игнорировали просто игнорировали а в остальном понятно было что иран ран готовится вот со стороны ирана и возможно хизбаллы нависает опасность и должны быть минимум какие-то провокации об этом как раз говорили в израиле с разных сторон на разных уровнях это было но вот такого не ожидал я я думаю в израиле вот такого из людей не сугубо посвященных никто но здесь я соглашаюсь с тобой полностью не ожидали я думаю мы спали когда началась эта война и через несколько дней мне посоветовали мы семьей посмотрели фильм голда про голду мейер и про войну которая была в ее время и там были такие интересные параллели с тем что случилось в этот раз как будто проспали и там голда говорит мы же затратили массу денег чтобы выставить систему прослушки наших и после того как война уже была закончена нас просила у начальника внешней разведки почему мы ничего не слышали и он говорит это прослушка никогда не включалась то есть но как бы подстава какая-то какое то такое же ощущение ну как бы на голом месте мы не ожидали ничего этого типа мы сильные самоуверенность на потрясающе потрясающе и тогда но после шестьдесят седьмого года была в израиле эйфории самоуверенность и настолько сильная уверенность и надежда на систему обороны на цахал массаж и так далее так далее ну и к огромному сожалению вторая сторона этой самоуверенности такой внутренней глубокой гордости сильнейшая недооценка врага у нас есть такая тема что есть так называемые войска компьютерной разведки всего которые считаются очень крутыми и вдруг все сказали мы на них понадеялись они такую вещь проспали но здесь не только они безусловно потом уже бодиа вату же после того что случилось рассказывают что и там это спит они от это наблюдательницы видели много докладывали это все игнорировалась типа мы наверху сидим далеко сидим хорошо сидим и мы все это контролируем но вот то что пришло то пришло я перейду к следующему вопросу и он звучит а как отреагировали в общине в общинах ты как гость программы как вы в киеве у нас у нас просто началась вы так в войне были то есть у вас одно приложилось к другому да у нас по сути своей в не только киевской общине но и во многих других общинах мессианских общинах украины и других стран общинах нашего круга не прекращались молитвы в двух направлениях против войны в украине против угроз израиль угроз до этого 7 октября это буквально каждое или почти каждая молитва включала себя конкретные духовные молитвенные действия против агрессии которая была совершена вот этими исламистами хамасом и за нейтрализацию этих сил сил которые ставят себе простую цель уничтожение но у нас в общине в тот день вдруг ко мне стали посреди собрания подходить люди и говорить вот мне на ватсап пришло это называется в израиле цап шмоны приглашение вызов срочный в армию и люди были я должен уйти ну два-три человека сразу же и интересно это было время когда мы начали новую общину то есть за неделю до войны мы рукоположили две семьи которые должны были начинать новую общину дочернюю общину и 7 числа они пришли на последнее собрание но уже в составе нашей чтобы 14 начать и это вот как бы боль посреди чего-то классного и община началась орхай в кириатхайме на стыке двух маленьких районов возле хайф и они отлично двигаются хорошо это было все вместе в один момент ну наверно муки рождения можно сравнить и конечно из наших трех общин которых мы связаны нашей общине орха это шавей цион орха и не цирай галиль из нофа галиле верхнего нацер это всего вместе было примерно 17 или 18 человек которые ушли практически сразу на резервирскую службу и кто-то был в армии в это время и часть людей были в очень-очень горячих местах несколько детей были ли вот даже до сих пор кое кто в газе и на ливанской границе там где идут обстрелы понятно масса переживаний боли и до сегодняшнего дня еще у нас не утихло поэтому все все вот в таком состоянии двинемся дальше борис изменилось ли отношение к израилю среди простых людей это наверное в твою сторону вопрос а в нашем что простые люди думают сейчас израильтяне об израиле ну что хочу сказать среди я могу в первую очередь сказать о людях украины потому что я хорошо знаю естественно живя живя в украине я хорошо это знаю если мы будем говорить о верующих верующие евангельские верующие в первую очередь но не только скажу верующие более традиционных динаминации христианских амиссианские общины вообще говорить нечего в этом отношении но просто массово поддерживают массово поддерживать израиль и это было кстати до седьмого октября а после седьмого октября это стало совершенно таким ясно определяющим фактором и молятся за израиль и понимают израиль спасибо борис а я отвечу как израильтяне простые израильтяне отнеслись к той ситуации которая сложилась ну как я уже сказал раньше то что мы в мессианской общине пережили шок весь израиль пережил этот шок и до войны мы были на пике разных демонстраций по всему израилю были демонстрации протеста одни за судебную реформу кто-то против судебной реформы стычки парализовывали дороги в этот момент естественно все утихло моментально и начались то что называется резервистские сборы и в израиле была задача чтобы пришло 150 тысяч человек для укрепления севера и юга пришло 350 тысяч на 200 тысяч больше но и все говорили как такое вообще возможно но люди самолетами летели возвращались из-за границы я знаю немало людей верующих людей которые по делам работы службы и прочих обстоятельств находились в англии в америке других местах они летели в самолетах и ляля им разрешали заходить даже без посадочного места просто ложили их в коридоре и так они возвращались в израиль и по многим группам верующих неверующих разных людей стали собирать собираться люди чтобы помочь солдатам почему ну во первых это наши дети во вторых пришло 200 тысяч больше и было определенная проблема в логистике в армии накормить их всех и даже одеть их всех потому что ну все случилось так быстро и тогда мы вот даже в нашей общине мы стали на наших гуманитарных кухнях готовить массу продуктов и мы развозили то есть и я еще два брата на своих машинах мы просто ездили по пару человек с общиной мы развозили на далекие базы иногда было очень неприятно то есть мы я помню приехали недалеко от ливана и привезли много ящиков с продуктами готовыми и там была примерно группа небольшая человек 200 солдат на них привезли продукты и принесли поменять нижнее белье и все такое привезли это было темно отключены были все gps нас вели просто по телефону и мы приехали в такое место и они говорят потушите свет потому что сейчас могут быть здесь вражеские беспилотники честно сказать много такое неприятно это но мы были рады этой возможности послужить солдатам и это было везде везде и на севере и на юге люди на своих домашних кухнях готовили не могли приготовить брали деньги шли в магазин просто покупали 20-30 порций швар мы брали были такие случаи когда мы везли на север продукты и завозили и нам говорили люди нам надо у нас вон смотрите сколько мы это везите вон там еще и мы ехали дальше и и тегали у нас есть и уже туда когда поглубже мы заезжали они с удовольствием брали потому что туда в далекие не все могли доехать базы ну вот такая вот была ситуация я дальше это мне напоминает то же самое что происходило в начале войны украины тоже вы солдатам привозили что необходимо ну сейчас помощи но тогда было это просто первые месяцы но из окружающих стран тоже много гуманитарки еды и помощи война со стороны как выглядят действия израильского политического истеблишмента для жителя другой страны или для жителя израиля достаточно ли объективной информация в медиа ну я думаю что все желающие даже если желающие не знают в рита не знают английского например знают только русский и украинский язык особенно если знают русский могут найти разные интернативные источники информации происходящее первую очередь телеграм-канал как выглядят действия израильского политического я бы сказал что большинство различных частности у меня я подписан на многие израильские источники информации большинство очень критически отзываются о позиции правительства конкретно о премии министре и о длительности происходящего о эффективности в то же время но все даже очень критически относящиеся к нынешней власти в израиле признают и подчеркивают что цахал израильская армия стараются максимально снизить потери в гражданской населения гражданского населения в газе максимально снизить ну и поскольку мы имеем много друзей знакомых в первую очередь родственников моего брата племянника который уже имеет обширнейшие связи здесь в израиль на разных уровнях конечно в совершенстве знают иврит то я могу сказать что вот вот то что я сейчас сказал это у вас это такая превалирующая оценка ситуации со стороны израильтян знаете я начну с оппозита я не могу сказать что я сторонник этих действий и мы знаем что как говорят палестинские минздравы и прочие достаточно лживые источники информации что в газе погибло примерно 40 тысяч человек уже все уже уже начинают понижать уже он сама официально сообщили что воскресло больше 11 тысячи детей по согласно данным все-таки мы живем в той стране где чудеса воскресенья случаются и я сказал 40 тысяч погибло борис добавил на 11 тысяч воскресло и мы понимаем с каким уровнем медиа в газе и прочих местах мы встречаемся один политический обозреватель который серьезный генерал сказал если бы израиль первые дни войны первые три-четыре дня войны когда мнение всего мирового сообщества было на стороне израиля в соответствии с книгами если у тебя такие потери ты можешь таки ну возвращать массировано бы бомбил газу и погибло 100 тысяч человек война была бы уже закончена от шока и всего а сейчас мы вот возимся и оборачиваемся по сторонам и мы видим что израиль оказался извините если я скажу такую вот странную фразу пешкой америки очень хочется построить союз новая нато сша саудовская аравия и еще там пару стран и израиль в этом должен включен как звено и поэтому они давят на нас какими-то вещами которыми мы не можем согласиться прийти на компромисс и я думаю что правительство не может быть больше чем восемь лет премьер-министр не при каких условиях и я думаю что биби в нормальном государстве нормальном государстве да нужно идти домой уже после восьми лет потому что надо дать другой но я просто с одной стороны снимаю шляпу потому что он стоит перед величайшим давлением и величайшим выбором тут с одной стороны за гелада шалита отдали сто тысячу тысячу два по моему террориста один из них был синвар ну невероятные вещи а здесь столько заложников и ему нужно сделать этот выбор потому что давление эмоциональное и вот это чувство еврейского сердца но велико с другой стороны ему надо крошить хамас и вот как вчера на встрече мессианских пасторов говорили подняли молитву за него потому что написано в писаниях молитесь о ваших лидерах но понятно что нам много чего не договаривают из-за этого возникают целый ряд конспираси теорий и мы все плачем из-за погибших мальчишек и девчонок и то что разочаровывает большинство из нас знает как цагаль может действовать но ощущение что цагаль действует как бы сидя на веревке то есть ему как в той песне говорит две шаги вперед и три шаги назад и это уже случается раз за разом и я думаю обычные простые израильтяне видя это мы просто недоумеваем сейчас опять пошла эта волна нам нужно поменять правительство я не знаю как отреагировать честно с одной стороны вроде бы да надо с другой во время войны сложно менять правительство но что-то действует не так и наверное нам нужно массированная молитва верующих людей чтобы господь подтолкнул чего-то да достаточно ли объективной информации в медиа я думаю что нет я думаю что медиа полны лжи и израильские медиа и другие медиа все по-своему описывают информацию и очень сложно я вот тебе даже сегодня рассказывал о моих теологических переменах в обозрении этого просто как будто вот из писания написано случается что и освобожден змей древний дракон чтобы обольщать и лгать и это ложь просто везде со всех дыр сочится и очень сложно сориентироваться я как раз здесь я бы выступил с оговоркой того что ли он говорит мне кажется знаете мне кажется что израильские медиа я первую очередь русскоязычные которые регулярно просматриваю и некоторые англоязычные все-таки все-таки могут примерно построить нормальную конечно не объективную но более или менее приближающиеся к объективной картину происходящего возможно без каких-то очень глубоких исследований и глубоких выводов но достаточно чтобы человек который этим интересуется мог эту картину воспринять и примерно представлять себе что что здесь происходит какие я бы сказал вот знаете так модно в израиле особенно сторонники нынешнего премьер-министра модно критиковать так называемые левые либеральные СМИ в Израиле которые все искажают я хочу сказать что такой глубокой уверенности в том что можно как говорит Леон врать и лгать ради великих святых целей которые я видел в в религиозно-консервативных медиа в Израиле я их регулярно читаю ну только в самых крайних действительно таких леволиберальных источник информации издания в Израиле можно встретить это два таких крайних две крайних линии но здесь вы понимаете у леволиберальных у них есть своя светская религия но ложь ложь если они стараются защищать свою ложь у них нету такой мощной все равно религиозной уверенности что не никто всевышний за них а у этих есть и поэтому они иногда идут на такие ну это мое личное мнение но мы с тобой ругаться на эту тему не будем мне так кажется что левые крутят свое правое свое и я да усматриваю много лжи но даже вот сегодня я с утра просматриваю новости и нам говорили что 24 батальона хамаса было в газе осталось с трудом 4 но вдруг сегодня новости по утверждению ну понятно американской разведки только 30 процентов или 35 процентов боевиков хамаса то есть и такие вот вещи постоянно но это уже слишком большая разница это слишком во первых это слишком большая но и левые и правые пользуются разными методами поэтому я считаю что слабовато и вот даже есть я тоже слушаю несколько блогеров военных корреспондентов в ю-тубе они есть не буду их рекламировать интересно послушать но чего-то мы недовидим особенно когда связанные вещи с переговорами по освобождению здесь вообще начинается сплошная завеса и мы это требуем а не то может быть это так нужно может быть так но что-то что-то не нравится давай пойдем к следующему вопросу он больше по нашей теме связывают неверующие происходящее в Израиле события с эсхатологией мне кажется что это очень полезный вопрос но на него можно развернуто отвечать а мы будем кратко я бы сказал так после 7 октября интерес множество верующих по всему миру сейчас я говорю далеко не только в Украине в Европе в Америке где мне приходилось бывать в последнее время тем более нам пишут верующие из других регионов мира и я знаю что у вас еще больше связей с различными регионами среди различных верующих церковь интерес к вообще к эсхатологии усилился именно после 7 октября уже одно это говорит что многие очень многие верующие действительно связывают эти события с пророчествами предупреждениями обетованиями обетованиями о последнем времени месяца за три за четыре до того как эта война началась я с Аказией был на востоке и одним из мест был Гонконг и они там в общинах замучили нас этой темой то есть мы пришли проповедовать что-то из писания как жить как это а они нет расскажите нам про эсхатологию когда же все будет когда объявится этот человек я честно вам скажу но я уже сказал что у меня некоторые эсхатологические форматы из-за того что происходит сейчас но я наблюдаю и это наше право верующих какие-то вещи менять в своих пониманиях я не люблю это выражение ахарита ямин последние дни потому что если мы будем про ахарита ямин последние дни говорит нам нужно начинать прямо с цитат нового завета и это было две тысячи лет назад и они тогда уже начали говорить вот в эти дни в последние дни объявится то-то то-то поэтому я побаиваюсь эсхатологически понятно люди начинают думать но в любой стране даже там у вас когда начались эти ужасные действия и война и гибли гибнут люди и страшные вещи творятся особенно когда ты находишься под бомбежкой или не дай бог у тебя ушел потерялся кто-то близкий то ты говоришь господи закончи это все это естественно человеческое я не хотел бы говорить об последнем хотя все может быть я верю в тикуно шелгаколь я верю в исправление мира и до этого исправления должна дойти какая-то точка помните это история когда господь говорит Аврааму твои потомки будут в Египте четыреста лет ну по практике там двести сорок примерно но с того момента Аврааму но потому что еще не накопился грех хананеев чтобы их выгнать и вот мы наверное мы не знаем у кого какой грех когда-то это исправление всего случится эсхатология сложный вопрос лучше коротко согласен все же это вопросы все же все же на твой взгляд есть ли элемент наказание от бога за этот фестиваль к примеру который был там реми или же это больше по принципу те кто на кого упала силамская башня еще говорит они не были более виновны чем остальные как вот ты смотришь на такую ситуацию как я на него смотрю вы понимаете очень интересное местописание когда пришли рассказали ишуа пострадавших пострадавших или тех чью кровь и рассмешал с кровью жертвенных животных когда ишуа сказал вы что думаете что они грешнее всех остальных те которые погибли но он не сказал что там нету элемента наказания он не сказал он просто поставил вопрос так не пытайтесь себя выгородить за счет обвинения тех кто пострадал суть суть такая и он использовал эту трагедию чтобы призвать всех к покаянию что он дел и до этого и я думаю что вот этот посыл раз уж упомянута эта история необходимость швы необходимость швы и не только тех которые не знают того перед кем совершать покаяние но в первую очередь верующих во Всевышнего и необходимость швы и взгляда на себя глазами Бога Израиля через его слово через призму его писания и тогда действительно мы не будем оправдывать себя как менее грешных или грешноватых но зато верующих мы будем реально видеть во всех этих событиях предупреждение лично нам и делать те выводы которые приведут к нашему изменению но очень очень ты так мудро сказал я полностью согласен вы знаете в светском израильском обществе когда говорят о второй мировой войне и шести миллионах погибших говорят о катастрофе и говорят о том что антисемитизм ненависть к евреям и прочее сыграло роль в религиозном сообществе эту тему подводят почти автоматически под второзаконие 28 29 30 и ортодоксальный иудаизм говорит что и постигло нас это за поэтому я наверное побоюсь однозначно сказать но я уже использовал это выражение что у нас тут были судебные реформы хотели провести за год за полтора начались эта тема и я в израиле около 35 лет живу я не видел ни разу такого уровня раскола в обществе я сейчас не говорю я не говорю положительно о всяких ЛДДД сообществах и всех потому что писание дает нам право говорить что есть только два пола и я не говорю о секьюрализме когда люди отстраняются от того что бог дал израилю эту землю и дал господа одного которому поклоняться и есть масса людей которые вообще все отвергают и они вообще находятся в каких-нибудь восточных религиях что неправильно абсолютно неправильно но я вот сосредоточусь на том что как ни странно политика спровоцировала глубочайший раскол в обществе и это то с чем соглашаются и светские религиозные и первый и второй храм пали из-за сенатхинам из-за ненависти беспричинной в народе и вот ну это мнение раввинам это одна из главных причин с точки зрения раввинам и кстати это отражено в евангелии где мессия говорит отвергли меня если бы вы и возненавидели меня напрасно он буквально это тот первый первые и вообще письменные упоминания сенатхинам в еврейских источниках да то есть то что началось с напрасной беспричинной беспричинной абсолютно не спровоцированной ненависти к тому кто возвестил истинную Божию то потом начало разъедать народ то есть я думаю что все таки господь точнее наверное неправильно сказать господь правильно сказать что мир сотворенный творцом который система мироздания которая благословляет тех кто старается искать праведность и наказывает чтобы сбалансироваться тех кто грешит сработало и это мы видим по результатам всего и я слышал многих израильских проповедников включая наших проповедников в нашей общине которым я не вкладываю слова в уши каждый по своему кто говорят если результатом того через что мы проходим не будет покаяния внутри себя то мы реально проиграли мы должны признать что человек крайне испорчен и нам нужна божья милость прощение и изменения мы должны по-другому смотреть на ближнего своего гуманитарные вопросы где линия дозволенного в ответе на террор они по нам стреляют а мы загоняем им 200 грузовиков с продовольствием кстати я вот сегодня же читал в новостях 70 процентов это уже американцы признают о американцы признают 70 процентов доставляемое в газу продовольствие разворовывается хамасом и другие источники говорят что это дало им просто торговля этими для своих азатов больше чем полмиллиарда долларов прибыли ну ужасные вещи конечно и есть просто видео как там так называемые гражданские в газе пытаются разобрать гуманитарную помощь а хамас их расстреливают из калашниковых просто своих из калашниковых да из родимых калашниковых любимых вот и ну тут же о чем тут говорить это просто бред а какая альтернатива непонятно я тоже не знаю что сказать я знаю что когда войска одной страны освобождали турецкие алеппо ковровыми бомбардировками и там говорят погибло огромное количество людей огромнейшее то есть в сирии за время их вот эти гражданские погибло и написали и все полагают печать на уста свои чтобы помалкивать когда американцы воевали в массуле там погибло очень много людей значительно больше но естественно их после этого накормили гуманитарной помощью в судане которая сейчас там миллионы мясорубка и мясорубка и миллионы людей просто от голода про это даже не разговаривают здесь дают не дают все равно мы плохие и все равно все плохо я даже не знаю что сказать давай пойдем дальше только одно еще замечание один факт за первый месяц плюс по моему одну неделю вот операции в газе израильские войска прислали более двух миллионов смс людям газы предупреждающих о том по какому дому когда будет наноситься удар из-за того что из этого дома обстреливается израильское израильские поселения из-за того что там база террористов с просьбой вывести гражданских конечно же этими смсками пользовались террористы заранее предупрежденные но как бы хоть как-то хоть как-то все-таки что-то удавалось более двух миллионов смс адрес на на телефоны в газе были высланы чтобы пусть за счет спасения террористов но максимально уменьшить потери гражданского населения ну не одна конечно армия в мире не делала и не делает ничего подобного но ни одна армия не делала и не делает но суд международный в Гаге все равно выставляет чисто антисемитскую позицию это понятно организация объединенных наций просто закрывает глаза и и даже вот этот абсурд когда они сейчас вставали в почтение памяти расиси это какой-то фантастическое лицемерие сюр который подписан под казнью тридцати тысяч диссидентов сам приходил на эти казни ну вообще люди ну вот такого лицемерия и абсурда ну давайте дадим им еще пару контейнеров с курицами тушеными я не знаю как это я считаю что все равно нужно граждан нельзя допустить голода в Газе но голода и не было послушайте я вам скажу я видел как один показывал что в Газе когда было самое такое горячее время продавали яйцо за доллар но это было очень короткое время это была неделя потом он говорит а сейчас там столько гуманитарной помощи столько гуманитарной помощи что туна в этих стоит тридцать пять огород в Израиле она стоит четыре шекеля то есть там такое количество забросали всего но опять-таки ну по крайней мере наши новостные источники говорят что хамас разворовывает почти все и это потом продается население то есть идет несколько раз использование тут все эти собирают товарищи туда передают разворовывать и продается далеко от того что называется мы за наш народ и мы любим вас я прошу прощения я как руководитель мессианской общины должен был все время говорить о вещах связанных с любовью с милостью но не могу мы должны быть объективны пойдем дальше должны должен ли израиль отвоевать всю территорию что была дана ешуа беннуну чё ты там и танки наши быстрые я не знаю тоже я не знаю как это вообще просто не но комент но комент я тоже не знаю как комментировать я бы сказал так то что у нас есть дай бог нам в этом жить спокойно и иметь мудрость как откинуть внешних врагов приглушить внутренних и жить хорошо и как мой двоюродный брат всегда говорит если в израиле тихо у нас просто рай немножко дороговатый но рай имеете ввиду по ценам в магазине окей мы идем дальше влияет ли война на алию алия это для тех кто не знает это выражение значит алия подняться и по писаниям израиль как страна как земля божья находится наверху и все кто возвращаются имеется ввиду евреи члены их семей олим поднимаются наверх как оно влияет на алию ну я бы сказал что в первую очередь на алию влияет война в украине просто около восьмидесяти тысяч россиян за эти два года совершили алию ты говоришь за войну в украине но россияне совершили алию да но что интересно сейчас во время это из украинских евреев там реально то есть из всех олим до нашей войны шестьдесят семьдесят процентов алии это было из россии и двадцать тридцать из украины это последние годы да 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 это мы не берем великую алию девятнадцать не 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 мы говорим как раз когда началась война а если мы говорим за нашу войну тут статистика говорит что очень много людей в это время возвращается в израиль и я даже удивляюсь этому но не возвращаются очень много людей семнадцать двадцать тысяч я не знаю не хочу соврать но я видел цифры месяц вот я боюсь соврать или семнадцать двадцать в месяц или за это время но это все равно значительные цифры когда тут вокруг стреляют ну как стреляют вот ты сейчас приехал на севере в семи километровой десяти километровой зоне там да и оттуда выселены и я думаю те люди которые живут в наари и ваку они слышат иногда иногда эхо взрывов южнее акку ничего не слышно было несколько раз беспилотники долетали там да края тхайфы их сбили отэв газа это тоже пять семь километров вокруг газы там тоже слышно мой зять там был на базе мы взяли дочку чтобы она хотела с ним повидаться поехали туда и у нас машиной стали разрываться ракеты и перехватчики очень неприятное чувство очень но но виды конечно заворачивание космические завораживающие на все остальные территории израиля как все говорят нас так пугали приехать а мы так ничего не почувствовали но это правда да это правда ну алия все равно есть да волна антисемитизма в мире обычное явление которое уляжется или это индикатор последнего времени или я могу добавить или оно уже не уляжется как оно может улечься оно ему не спится знаете как пелось в одной советской антисоветской песни Галича разве дремлет Вашингтон нет не дремлет он не дремлет так его он на стреме поэтому перефразируя ему все это можно отнести к духу антисемитизма который чувствует себя как рыба в воде в нынешних условиях и ну тут я бы мог очень многое рассказать или он не меньше но не зря мы ежегодно проводим меж динаминационную межконфессиональную межнациональную молитву против антисемитизма и нацизма которую когда-то много лет тому назад наши дочерние общины кстати в России инициировали и я хочу сказать что в этом году небывалый был интерес и участие множество общин церкви разных динаминаций из десятков десятков стран и выступления например там старших епископов основного баптистского союза адвентистского представителя греко-католиков и так далее и так далее вы знаете были очень серьезные ну можно сказать за последние годы что это была одна из самых таких репрезентативных молитв почему именно потому что лидеры многих церквей и динаминаций ясно осознали насколько хрупким было хорошее отношение к евреям во многих странах и достаточно было достаточно было израилю начать более-менее всерьез защищаться от ужасного погрома массовой резни с ужасами такими достаточно израилю было конкретно явно выступить в свою защиту как вот этот на время дремавший ну условно говоря дремавший дух он так поднялся что по всему миру сотни тысяч и отнюдь не только исламистов самых разных людей разных стран разных рас светских левых ЛГБТ каких-то представителей каких-то христианских прочее прочее каких-то организаций разного рода вдруг просто совершенно такими озверелыми лицами с воплями криками убейся не стал стали творить такие вещи я думаю что тема борьбы с антисемитизмом это больше ваша тема потому что вы живете там где он поднимается мы живем там откуда все это провоцируется поэтому я наверное воздержусь от больших комментариев но я свяжу это с тем что я уже говорил достаточно ли объективной информации в медиа я вижу что это ложь антисемитизм лицемерие это между ними можно ставить везде знак равенства я до этого говорил о более менее объективном подходе комплексном который можно извлечь из израильских сми но если мы говорим о европейских сми если мы говорим о многих американских сми я уже не говорю о медиа в разных странах кстати опять же все равно хочу сказать что в основном общий тон украинских сми про израиль ски и ни одной про хамасовской даже маленькой демонстрации в украине не было ну слава богу потому что до этого в оон они поддержали там какую-то очередную это лет это лет три-четыре было было и не и пару раз да так что я хочу сказать ложь лицемерие и антисемитизм я думаю это друзья побратим и братья помнишь это высказали и оно я думаю не уляжется но оно тоже будет подниматься опускаться вот я был недавно за границей мне многие люди сказали что в германии очень поднялся антисемитизм так на улицах мы особо не встречались и когда мы прописывались в гостинице или еще где-то они спрашивали паспорты where are you from мы говорили израэль не было никаких этих вот но они мне сказали что оно чувствуется в воздухе ну но с другой стороны реакция властей германии они очень четко и последовательно приняли закон закон да который теперь ставит жесткое условие для всех кто ищет ну я уже не говорю о гражданстве это обязательно политическое убежище политическое убежище вида на жительство официальное осуждение антисемитизма официальное признание права израиля бедные пакистанские беженцы это вообще им придется за куда деваться им придется а как возвращаться а как подпишут они это наверное их израиль примет если не только пакистанские ну да там же еще целый ряд стран сирийских этого они должны просто подписать там такое убийство являешься ли ты антисемитом или да или нет и ты ставишь нет признаешь ли ты право израиля независимое наверное у них там еще штамп есть и они сразу в этом пакистанско-сирийском или другом паспорте ставят раз шестиконечное все ой ужас ой ужас ужас мы сочувствуем как молиться за израиль в эти дни и как поддержать ну можно я скажу вот с нашей стороны обез нет тут первую очередь пожалуйста пусть говорит лего я хочу сказать что во первых молитесь чтобы израиль сверхъестественно очистился от сенатхинам потому что это очень страшный бич который как оказалось можно разжечь моментально и никто не ожидал я честно не ожидал что какие-то политические шаги могут спровоцировать такой второе чтобы мы меньше обращали внимание на страх но могли впечатляться от господа бога и стоять я говорю за всю страну и говорю за мессианское движение потому что нас смотрят в основном мессианские чтобы мы могли с верой в ешуа стоять четко потому что нас здесь немного и нам очень важно держать это мессианское исповедание видимым молитесь о страхе страхе для врагов израиля ну и как написано в молитве отче наш чтобы у нас был хлеб насущный чтобы мы сами не входили во искушение чтобы бог избавил нас от лукавого и будем двигаться дальше да ну это ценные здесь прозвучало пару пунктов которые не в фокусе нашего обычного ходатайства за израиль и это для нас очень ценно мы безусловно включим я думаю что всем стоит прислушаться к тому что сейчас рекомендовал и конечно нужна в таких сложных условиях сила святого духа особо нужна в этих условиях сила святого духа и реальная власть еще которая бы действовала на всех различных уровнях не только в непосредственном служении но и в жизни верующих и тогда тогда и противостояние против бесары и благовестия и те духовные силы которые пытаются блокировать верующих и представить их как некое странное такое вот гетто они будут посрамлены и те которые призваны быть светом Израилю в первую очередь израилю за тем миром солью израиля солью народа израиля солью земли израиля они свою роль сыграют в полном мире знаете есть такое выражение я когда бываю за границей или общаюсь с верующими за границей они часто говорят мы молимся за мир иерусалима и меня всегда подмывают спросить их а как вы молитесь ну они говорят молимся чтобы мир между евреями и между арабами знаете на самом деле это идиома такая это не совсем про мир между евреями и арабами ну да это на самом деле больше об исправлении всего когда царство божие спустится на землю это вообще даже не а то это молитва за шалом от слова шалем от совершенства это не просто отсутствие вражды между двумя категориями поэтому категория во первых гораздо больше но это за полноту за цельность за божью гармонию которая бы просто наполнила иерусалима и охватила его совсем молитва отче наш и да будет твоя власть здесь на земле как и на небе это суть этой молитвы когда начинают говорить примири их примири там это все как бы вообще ни о чем на самом деле я не хочу обидеть никого кто молился ни о чем но вы должны понимать и когда вы молитесь о мире иерусалиму это о том чтобы господь бог скорее спустил то что видел в откровении ян я видел небесный иерусалим который сходится это об этом на самом то деле поэтому молите чтобы у врагов израиля было побольше страха даже физического и я наверно закончу одним высказыванием которое тем или иным образом интерпретировал дэрик принц не знаю современное поколение помнить его или нет но мы всегда очень уважали и ценили его он говорил что по отношению к израилю бог будет судить народу и это не значит мы должны быть такими иудофилами а коль все хорошо нет у нас много проблем нужно изменять но это не отменяет любое так как да если не дай бог ребенок там пошел в какие-то нехорошие эти тоже не значит что мама или папа его ненавидят любят все равно и пытаются поддержать и исправить ну так вот просто поддержите нас хорошо друзья мы будем заканчивать пусть господь благословит вас и спасибо что были с нами шалом шалом